Приветствую вас, и, вы знаете, вот, мне бы хотелось разделить свой ответ на две части, ну, то есть немножечко ваше письмо, да, разобрать, то есть на составные части, и с составными частями поработать. Во-первых, скажите, пожалуйста, так, вы написали ситуацию, и, наверное, вам хочется эту ситуацию изменить. Итак, скажите, или хотя бы спросите сами для себя, вы в какую сторону хотели бы двигаться в решении этого вопроса? Поменять свою маму или изменить отношение к ситуации в целом? Вы знаете, я дам вам небольшую подсказку. Эта подсказка будет касаться того, в какую сторону вам нужно двигаться. Скажу сразу, что вы имеете полное право со мной не соглашаться, я ни в коем случае не претендую здесь на истину, вот, но тем не менее. Вам свою маму не поменять. Это объективный факт. Вы не сможете изменить своего родителя просто потому, что она взрослый, сформировавшийся человек, у которого есть свои взгляды на жизнь, на поведение, а дальше у нее есть существенные проблемы. Какие это существенные проблемы? Ну, если говорить о существенных проблемах, то ваша мама явно, знаете как, испытывает определенные противоречия. С одной стороны, она хочет, чтобы вы просили ее помощь. Но с другой стороны, какие-то обстоятельства, какие-то черты характера, какие-то факторы. Во-первых, не позволяют ей откровенно, незащищенно, прямо принимать вашу роль. И это свидетельствует лишь о том, что ваша мама испытывает неуверенность в себе, конфликт и чего-то еще боится. Опасается она может быть того, что останется одна или что уже остается одна. Опасается она может быть того, что вы будете ее использовать, не будете ни во все ее вставить. Обычный человек, когда ведет себя так, как вы описали, то есть фыркает на просьбу, а потом все-таки соглашается. Это попытка набить себе цену. Попытка набить себе цену, привлечь к себе больше внимания, возможно, в большей степени показать, насколько значимо то, что человек делает. Ну вот представьте себе, что если бы вы попросили о чем-то меня, то я бы, если бы у меня была полная уверенность в себе, я бы просто с легкостью вам бы помог. Но, если бы у меня были проблемы с уверенностью в себе, если бы я сомневался в себе, если бы мне не хватало внимания к себе, то в таком случае я бы начал бы набивать себе цену. Начал бы обративляться, но в действительности мне бы хотелось, чтобы вы продолжали требовать моей помощи. Потому что мне бы нравилось, и что вы во мне нуждаетесь. И почему ваша мама перезванивает вам сама? Потому что боится, что вы перестанете нуждаться в ее помощи. Она опасается стать ненужной, но хочет стать в большей степени нужной. Именно поэтому такая ее реакция. Именно поэтому она так себя ведет. Ее поведение, которое вы описали, ну вот, когда вас не было, вы подъезжали, да, она очень грубо вам сказала. Можно представить так, что она опять-таки чувствует себя крайне. То есть вы ее бросили, книжечку не оставили, она вынудена там ждать или как-то, ну, как-то чувствовать себя ущемленной. Вот это ей не нравится. И вам, на самом деле, предстоит сделать выбор. Обычный такой, но достаточно сложный выбор. Либо вы вашу маму принимаете такой вот, какая она есть. И не пробуете, не пытаетесь ее менять. Либо вы просто-напросто пристаете пользоваться ее какими-то услугами. То есть вы пробуете, пробуете отказаться от ее помощи вообще. Понимаете, у вас нет другого пути. Потому что ваша мама не передела. И чтобы вам нормально, адекватно ее принимать, Пожалуй, нужно главное. Нужно просто-напросто ее пожалеть. И изменить к ней отношение. Если вы это сделаете, то вы не будете воспринимать ее как человека, который стремится, например, вас обидеть, вас унизить. Или что-то еще. Или что-то еще. Вы будете воспринимать ее как человека, который, условно говоря, защищает себя. защищает свою самостоятельность. Свою целостность. Свой приоритет. И как только вы поймете, и если вы поймете, что у нее нет конкретных претензий к вам, а есть только собственные страсти, которые мешают ей, которые не дают ей возможности нормально с вами общаться. Ваше напряжение, которое вытвано тем, что вы думаете, что она именно на вас агрессирует, оно пройдет. Потому что у него не будет больше оснований для осуществования. Но только в том случае, если вы готовы ее пожалеть, если вы готовы относиться к ней с жалостью, если вы готовы воспринимать ее не как равного себе, а как, ну, знаете, такого, может быть, как близного, немножечко истеричного ребенка. Причем истеричность здесь это потребность во внимании, потребность в признании, потребность в том, чтобы вы оценили то, что она делает. Вот этот вот страх быть неоцененной, недооцененной, страх недостаточной ценности для вас и двигает вашей матерью. Особенно после инсультов. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.